В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема этой недели. Молодой и дерзкий, за год несовершеннолетний рязанец был замечен в 19 криминальных эпизодах. Денежный комплимент за скромный труд или как улучшить судьбу за кругленькую сумму. Внимание, розыск! Следователи просят оказать содействие в поимке серийного маньяка, который убил больше 30 старушек по всей России. Тревожную ситуацию на днях озвучил на заседании Общественного совета при МВД России министр внутренних дел. По данным ведомства, в этом году количество преступлений, виновниками которых стали несовершеннолетние, выросло почти на 5%. Это фактически означает, что мы все недосмотрели за 36 тысячами подростков и должны срочно пересмотреть подходы к методам работы с ними. Полиция, четко осознавая реальность проблемы, предпринимает со своей стороны все возможные усилия для профилактики подростковой преступности. В том числе решаются задачи, которые не входят в компетенцию органов внутренних дел. Так, например, этим летом территориальными органами в 53 субъектах проведены профильные специализированные смены для трудных подростков. Люди, вставшие на путь совершения преступлений в юном возрасте, трудно поддаются исправлению и перевоспитанию, и, как правило, представляют собой резерв для взрослой преступности. Надо сказать, что изобретательны они не по годам. В деле несовершеннолетнего рязанца в общей сложности следователи насчитали 19 эпизодов. Начинал юноша с обыкновенного грабежа, отобрал у ребенка телефон. Уже в следующем месяце замахнулся на мошенничество, а через интернет сдал в аренду квартиру, которая ему не принадлежала. Далее последовали угоны припаркованных во дворе авто и кража цистерн. Причем молодой человек лично вызвал для этого дела манипулятор. Ему на руку сыграла внешность. Парень выглядит старше своего возраста, а потому без особого труда входил в доверие горожанам. Мальчик очень контактный, рассказывал все с удовольствием, даже, наверное, гордился совершенными преступлениями. Останавливаться не собирался, поэтому в результате было принято решение о заключении под стражу. По информации следователей, все образование юноши ограничивалось девятилеткой. Продолжать учебу он не стремился. Несмотря на то, что проживал молодой человек с бабушкой, материальных трудностей он не испытывал. Пока неизвестно, какое наказание вынесет суд предприимчивому нарушителю закона. Но, учитывая, что скоро ему исполнится 18, юноше стоит заглянуть в уголовный кодекс, чтобы не провести лучшие годы жизни в тюрьме. Рязанским фальшивомонетчикам грозит 8 лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Шестеро рязанцев, уже знающие, что такое наказание Фемиды, с октября по ноябрь прошлого года неоднократно приобретали у жителей Москвы поддельные купюры номиналом 5000 рублей. Этими деньгами они расплачивались в магазинах Рязани и области. В результате злоумышленники причинили кредитно-денежной системе России ущерб на сумму более 110 тысяч рублей. Пятитысячная купюра была и остается самой любимой банкнотой фальшивомонетчиков. Впервые пальму первенства по числу фальшивок она заняла в четвертом квартале 2012 года, сместив на второе место купюры номиналом в 1000 рублей. Пока банки усиленно модернизируют и переустанавливают программное обеспечение банкоматов, Мирное население все чаще задается двумя вопросами. Какова вероятность получить зарплату фантиками и что делать, если в кошельке обнаружилась фальшивая купюра? Во втором случае можно заработать реальный уголовный срок до 15 лет. Если, например, попытаться расплатиться такой бумажкой, в надежде, что мучиться с подделкой будет уже кто-нибудь другой. Одним словом, сильно не радуйтесь появлению в семейном бюджете крупных денег. Есть вероятность, что они нуждаются в пристальной проверке. Завершено расследование уголовного дела в отношении врача, который не смог удержаться от получения денежного комплимента за свой скромный труд. По версии следствия, 28 июля 2015 года жительница одного из районов области обратилась в центральную районную больницу с целью получения и листания трудоспособности. На приеме врач запросил от данной гражданки за выдачу незаконной листания трудоспособности без отсутствия на основании сумму денежную в 2 тысячи с половиной рублей. Коррупция, увы, встречается на всех этажах системы здравоохранения, от участковых медсестер до высоких чинов в министерстве. Чем выше этаж, тем о больших масштабах злоупотребления идет речь. Откаты при закупках, взятки за операции, благотворительные взносы и, конечно, псевдодиагнозы. Без них никуда. А оправдание только одно – минимальные зарплаты за жизненно важный труд. Это как раз правда, но она совершенно не дает зеленый свет для нарушения закона. Сегодня в России никто толком не знает, где кончается бесплатная медицина и начинается платная. Вопросов пока больше, чем ответов. Продолжаем тему денежных вознаграждений. На этот раз перед судом предстанет рязанец, который пытался улучшить свою судьбу с помощью 500 тысяч рублей. В производстве следственного управления находилось уголовное дело по фактам тайного хищения чужого имущества. Фигуранты по данному уголовному делу находились под стражей. А у одного из них был изъят автомобиль «Инфинити», который был приобщен к рамках расследования уголовного дела в качестве вещественного доказательства. 6 февраля этого года знакомый, привлекаемый к уголовной ответственности молодого человека, дал взятку следователю за совершение заведомо незаконных действий в пользу фигуранта. А именно, он просил следователя отменить или изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы, освободить молодого человека от уголовной ответственности, а также возвратить ему автомобиль. Борьба с коррупцией – одна из самых раскрученных и модных тем современности. Сегодня о ней не говорит разве что ленивый. Но эта социально-экономическая проблема была на острие политики и пристального внимания общественности в течение всей истории российского государства. Коррупция возникает там, где решения принимают люди, не заинтересованные в эффективности работы системы. Если я государственный чиновник, я могу закупить за взятку плохое оборудование. А если я владелец фирмы, то мне бессмысленно предлагать запечатанный конверт. Поэтому наиболее эффективным способом борьбы с коррупцией является максимальное расширение рыночных отношений. Например, появление официального платного образования приводит к тому, что абитуриент избавлен от необходимости давать взятку за поступление в институт. Этот ход многие воспринимают в штыки, а между тем под столом протягивают суммы куда большие. Слава богу, об этом все чаще стали говорить. Ну а сейчас снова придется вспомнить дела минувших дней. Есть ощущение, что в России появился очередной последователь или подражатель известных душегубов Советского Союза. Современные раскольников, так его окрестили в народе, нападают на престарелых старушек, забирают на память мелочи, иногда деньги и украшения и сбегают в соседний регион. Его манера исполнения криминальных сценариев заставляет открыть архивы. Одним из любимых развлечений детей пионерского возраста в Советском Союзе были так называемые страшилки. Особенно хорошо эта разновидность устных ужасов звучала летом в пионерских лагерях после отбоя. Помимо историй о черной руке и страшной машине с номерами ССД «Смерть советским детям», часто звучал жуткий рассказ об убийце, который ходит по квартирам, представляясь сотрудником Мосгаза, и убивает неосторожных детей, если они открывают ему дверь. Мы уже рассказывали однажды, как в декабре 1963 года безобидная и привычная аббревиатура «Мосгаз» неожиданно приобрела зловещее звучание. Сначала по Москве пошли разговоры. Бродит, дескать, по домам банда под видом работников газовой службы. Грабит, убивает, насилует. Затем, когда по квартирам начали ходить участковый и предупреждать хозяев об опасности, стало не до смеха. Милиционеры показывали рисованный портрет злодея, симпатичного молодого парня в шапке-ушанке. Настойчиво советовали при малейшем подозрении сообщать в милицию. Сегодня любой криминалист, занятый проблемой серийных убийств, не колеблясь, поставил бы Владимира Анисяна по ключке Мосгаз в один ряд с маньяком Чайкой, который охотился на москвичек. Его добычей тоже были копеечные вещи. А также омским убийцей нищих и одиноких стариков Геранковым и пойманным на Украине Анупринка, который стрелял и рубил все, что дышит, шевелится или стонет. Через 25 лет, в 1988 году, уже в Ленинграде, появился последователь Анисяна Андрей Сибиряков. Он орудовал под видом работника Ленэнерго, проникал в квартиры якобы для проверки показаний счетчиков электроэнергии. Преступник нападал только на женщин и не оставлял свидетелей. Из квартир убийца забирал косметику, духи, дезодоранты. Маньяк оказался настолько дерзким, что отправил письмо в местное ГУВД. Ответ ему стражи порядка дали через популярнейшую в те годы телепрограмму «600 секунд». И вот в 2011 году на территории Приволжского федерального округа активизировался еще один злодей. Он тоже представляется социальным работником или сотрудником коммунальных служб. Внимание на экран. Вот уже несколько лет следователи всей России ищут следы маньяка, который лишил жизни более 30 старушек. Преступник сначала орудовал в Казани, потом в Нижнем Новгороде, Волжске, Ижевске, Перми, Ульяновске, Чебоксарах, Уфе, Самаре, Саратове, а также в двух городах Уральского федерального округа – Челябинске и Екатеринбурге. Следствие не исключает, что подозреваемый в расправах над пенсионерками мог перебраться в любой регион страны. За информацию о нем пообещали даже 1 миллион рублей. В этой связи просим всех внимательно посмотреть видео и фотоизображения и оказать содействие органу следствия в установлении личности преступника. Доверчивые бабушки всегда впускали его в квартиру сами, что характерно, душегубы интересуют только хрущевки. Представляясь социальным сотрудником или работником коммунальных служб, он легко втирался в доверие к 75-90-летним старушкам. Когда мужчина оказывался на пороге, он хватал жертву за горло, душил любыми подручными предметами – кого-то поясом от халата, кого-то шнуром от утюга. Бывало даже бельевой веревкой. Из квартир убитых душитель забирал деньги, иногда мобильные телефоны, из-за чего его быстро нарекли Раскольниковым. Но, как и герой романа Достоевского, мужчина оказался не так-то прост. В последний раз маньяк был замечен в Тихом Уфимском дворе. Он проследил за своей жертвой. Та даже впустила его в квартиру, но, к счастью для бабушки, совершить задуманное преступник не смог. На счастье старушки, в тот момент дома находилась внучка. Она-то испугнула преступника. Видеозапись, на которой запечатлен предполагаемый убийца, попала в руки оперативников совершенно случайно. Всегда осторожный, он до сих пор не оставлял никаких свидетельств своих преступлений. Мужчина поджидал пенсионерку на лестничной клетке, затем предложил помочь донести сумку, зашел в квартиру и через несколько минут убежал. Следствие располагает даже ДНК серийного маньяка, но ни в одной базе он не значится, а потому до сих пор остается на свободе. Психологи-криминалисты составили фоторобот преступника. Ему от 20 до 35 лет, худощавого телосложения, но развитый физически. Среднего роста, имеет невыразительную внешность, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей, имеет среднее образование и невысокий социальный статус. Какой регион маньяк выберет для своего кровавого турне на этот раз, неизвестно, а потому будьте предельно бдительны и осторожны. Предположим, что сзади меня находится стена, и у меня тут все куда не шагать, не уходить. Ну вот оно, вот движение. Вот прижали и хотят отнять. Хотят отнять, прижали. Если вас не зарезали сразу, значит от вас что-то хотят. Потому что в темном подъезде зашли, воткнули в бок и до свидания. Это заказняк или что-нибудь из этого рода. Накладываю свою руку на руку противника, ее выворачиваю. Обычный прием, который знают все. Где нож, обязательно расслабляющий удар. Вот они, бэм, бэм. Бэм. Все, он у меня. Здесь идет движение практически одной рукой. Этой прижали, этой нанесли в переносице удар этой рукой. Здесь как девушке тоже она может этим защититься, потому что вот они, основные удары в пах. И вот этот удар, который наносится в голову. Тем паче. Замахнулись на вас палкой, идет удар. Делаем плоскость. Уходим с линии удара и делаем плоскость. Прихватываем ручку, прихватываем ручку. А этой ручкой выводим за переносицу вниз. Другой вариант. Зашли. Внутрь. Зашли. Зашли внутрь. Удар идет в пах или коленом в голову. И сверху локтем добиваем противника. Палочку отнимаем и еще раз добиваем. Такой была эта неделя. Если у вас есть интересные темы для новых сюжетов, звоните в нашу редакцию. Напоминаю, телефоны 720020 и 720021. Или оставляйте свои комментарии, пожелания и идеи на сайте телекомпании. Город62.tv На сегодня все. Удачи и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин